Группы по 3-4 инспектора роты ДПС останавливали машины и беседовали с водителями. При этом оценивали их состояние, не доходится ли те в алкогольном опьянении или под действием наркотиков. С начала этого года 557 автовладельцев сели за руль под шофе. Поводом для таких масштабных проверок стал анализ статистики. По вине пьяных водителей в этом году произошло 5 аварий. Два человека погибло, трое получили травмы. В роте ДПС и нафиг производится операция, а не трезвый водитель. Вдруг вы не употребляете? Думаю, не употребляет. Вдруг вы увидите такого человека, который будет... Позвоните, пожалуйста, на наш телефон. Хорошо? Удачи вам. Признаки, указывающие на то, что за рулем автомобиля нетрезвый водитель, хорошо известны опытным инспекторам. Даже если выпивший автомобилист старается ехать аккуратно, его все равно выдают характерные особенности вождения. Сотрудники полиции предпринимают дополнительные меры по предупреждению данного вида ДТП. Проводят разъяснительную работу с водителями маршрутного транспорта, такси, работниками частных охранных предприятий, обслуживающим персоналом АЗС, кафе и магазинов, расположенных непосредственно на дорогах или рядом с ними. И призывают к сотрудничеству анапчан. Увидели нарушение? Сообщите об этом дежурной части подразделений полиции. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – грубое правонарушение, за которое лишают водительских прав от полутора до двух лет. Кроме того, отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования также предусматривает лишение прав на тот же срок. Если нетрезвый водитель не имеет или уже лишен водительских прав и отказывается от прохождения этой процедуры, ему грозит административный арест сроком до 15 суток. Личный состав ДПС убедительно просит всех граждан сообщать в РОТДПС о нарушениях по телефону 3-3002. Информация о нарушителях правил дорожного движения и пьяных водителях может спасти не одну жизнь.